Спасибо, что пришли. Приятно видеть вот такой, скажем, в таком большом количестве, столько людей в одном месте. Мы когда приезжали сюда сход, проводили, то людей проходило гораздо меньше. Можно присаживаться? Если позволить, мы сядем. Так, у нас на собрании присутствует, ну, очень много народов. Мы потом посчитаем. Вот. Столько на бесплатные концерты, кстати, не ходят, как на это собрание. У нас вообще предложение начать сход. У кого будут другие предложения? Начать, конечно. Тогда прошу за данное предложение проголосовать. Не знаю. Хорошо. Против? Выдержавшихся нету. Вот. В работе нашего схода принимает участие глава муниципального, Духовинского муниципального района, Гербин Сергей Юрьевич. Здравствуйте. Здравствуйте. Повестка нашего собрания. Это реорганизация нашей школы, средней школы имени Ерошкина села Новозахаркино путем присоединения к школе Лаврово, села Горяйных. Давайте проголосуем и выслушим наше мнение. Мы против реорганизации. Так, все. Мы услышали. Кто против? Голосуем все. Поднимаем руки. У нас против. Мы против. Мы против. Голович, мы против. Голович, мы против. А я не знаете, что вам против. Я с вами. Мы тоже. Вы поддержали. С кем же еще? Вы были с нами. Я понимаю, что что вы всем и против реорганизации, и у меня к этому лично отрицательное отношение. И у меня к этому лично отрицательное отношение, но если существует такая государственная линия, то мое личное мнение, не как головы, как просто человека, то это рано или поздно произойдет. Я просто хочу сказать, есть два предложения, по какому проголосовать. То есть существует как бы присоединить Новозахаркинскую школу к Горяйневской и предложение сделать наоборот, присоединить Горяйневскую. То есть, по сути дела, что поменять, только назвать, и все. Все остается на своих местах. Просто судя из того, что по численности населения и темпам развития, кто знает, в Софинге там уже практически село умирает, и умерло, когда школа. И на нашем опыте, у нас сколько все на территории нашего Новозахаркина в советское время погибло, когда уничтожали школы. Ну тогда просто убирали школы. Сейчас, конечно, понятно, реорганизация. Но сделать именно не Горяйневскую, а Новозахаркинскую. Чтобы люди привлекались сюда приезжать. Новый руководитель все-таки построил общежитие для того, чтобы сюда люди приезжали работать. А если просто, ну как бы это чисто психологическое воздействие, что здесь Новозахаркинская школа, если здесь какой-то это, то люди, может быть, будут приезжать туда жить совсем. Вопрос в том, что сейчас у нас в процессе реорганизации Горяйневской школе присоединяется Дмитриевской школе. Поэтому Захаркина они присоединяться не будут. Второй момент. Хорошо, так какие ваши предложения? Вот вы здесь, я понимаю, ну актив села, да, так скажем. У нас ведь идет диалог, и это дорога с двусторонним движением. А не то, что как бурн там, бурн, бульдозер, да, в одну сторону прет. Там не знаю, что с вашей стороны, что с нашей стороны. Дорога должна быть с двусторонним движением. Тогда ваше предложение. Допустим, остается школа Новозахаркина, да? Хорошо. У вас, да, предложение, давайте тогда, раз вот вы жители, по городу ставите свою школу. Хорошо. Рассматриваем следующий вопрос. Давайте предлагать директора, кого ставить, педагогического коллектива. Кто на себя возьмет эту ответственность? Ну, наверное, пока нет, у вас директор с Булеводинского. Булеводинская школа присоединится к Горяне. Да, спросим. Ну, как это можно предлагать? Это надо совет собирать. Нет, подождите, вопрос. Вот вы, когда вам начинают говорить, что здоровье и здоровье движение... Давайте другого сейчас директор школы. Это директор школы, это нам все разговаривать с человеком. И просто так тактически грязно решим. Поэтому, поэтому я и говорю, что давайте вместе вопросы решим, потому что когда остается проблема, нет руководителей... Почему это не проблема? В свое время у нас тоже нормальный период, вы не дали работать? Горяне, что объединяется? Что получается? Это какая-то скотовачка у вас, получается? Чего получается? Дмитриевка Горяне входит? Передобрана, Горяне, это Дмитриевка. Дмитриевка Горяне. Горяне. У нас там мало беспорядок. Дмитриевская школа присоединяется с Горяне. Представьте уже. У вас есть директор. Неважно, где он находится, в Полеводинске или в Закарте. У нас одна школа. На том, что надо создавать, правильно? Если вы хотите отбирать у нас филиал и отдавать его комитетам. На основании каких документов это делается? Захотели, забрали, отдали. Захотели, присоединили к нам. Найте вам, пожалуйста, спасали в свое время в Полеводинскую школу. Найте вам сюда филиал. А теперь не отбирают, потому что в Сахарте. Да. Директор, дойдем? Никто не говорит, что школу делать отдельно. Я просто говорю, что Захарте, как бы все остальные филиалы, Захарте, если это название, пусть это директор школы Горяне будет общим директором. Или как там распределение, я не знаю, как там происходит. Здесь просто, само просто даже название. Вот. С Горяне все разъедутся, никого так жителей не будет. А будет звучать Горяне спешкова все время. Да, по-рубе. У нас здесь какая-то перспектива есть, и работают люди. И по поводу всего остального. Мне немножко непонятно, такая вот агрессия идет в стране, как будто мы хотим школу здесь покерить совсем. Да, это было. С чего? Я просто не говорю. Вы хоть раз слышали о том, что здесь школа будет закрыта? Хоть раз сразу. Мы давай новость вам скажем. Слушай, я знаю, как вы слышите. А это уже начинает. Будет принимать. Программирование, по-другому. Потом не кто спрашивает. Спрашивает. Тихо, нам додать. Если найдем директор, дальше наши действия. Наши действия, чьи действия? Ваши, наши действия. Наши, что? Вы сказали, не директора. Нет, если на нас. Свой директор. А директора пусть в педагогические коллективы включают. Они там выберут. Нам... Вы проголосовали, свое мнение высказали. Мы его учтем. Это школа в селе Нового Захаркино, Духовницкого района, Саратовская область. В школе работают 19 учителей и обучаются 44 ученика. В школе сделан современный ремонт. Обустроена детская спортивная площадка. Вот. Обратите внимание. В здании пластиковые окна. Обратите внимание, какая современная столовая. В хорошем ремонте. Здесь все чистенько. Данное видео снимается внутри школы. Где просторный коридор. Где дети занимаются. На перемене. Где класс оборудован новыми партами. Новой мебелью. Недавно родителям и учителям объявили о реорганизации, а иными словами, о фактическом закрытии школы. Родители и учителя, и жители села Нового Захаркино категорически против реорганизации школы. Просим помочь нам сохранить нашу школу для дальнейшего развития и процветания села Нового Захаркино, Духовницкого района, Саратовской области.